Во втором часу дня раздался телефонный звонок. Олег поднял трубку. – Это Багрин? – послышался сдержанный приятный голос. – Да, – ответил Олег. – Явитесь сейчас к нам в НКВД в комнату номер 35, спросите товарища Когана. – Сейчас? – переспросил Олег. – Да, сейчас. Вы нам нужны на одну минутку. Олег быстро сложил в ящик стола бумаги и на ходу предупредил секретаря о выезде в управление НКВД. После этого он вышел из комнаты. Здравствуйте. У меня в руках книга, которая вышла около 30 лет тому назад. Ее автора звали Олег Сократович Бырдин. Он так и не подержал в руках эту книгу. Его не стало за год до ее публикации. Но ему было очень важно рассказать о том, про что эта книга написана. Рассказать честно и беспрекрасно. «Я в воде не тону и в огне не сгораю. Три оршина в длину и оршин в ширину. Мера площади рая». Здание управления НКВД по Кубежской области за последнее время сильно изменилось. Главный корпус надстроился, а рядом вместо маленьких лачуг выросли высокие современные дома. В народе говорили, что это микрогородок сотрудников управления. Олег вошел в здание с угла Пионерской и Степана Разина. Внизу получил пропуск, быстро поднялся по лестнице и, пройдя по коридору, нашел комнату номер 35. Остановившись у двери, вежливо постучал. «Войдите!» – послышался голос с той стороны двери. «Вы багрин?» «Да». «Подождите, пожалуйста, минуточку. Товарищ Коган скоро придет». Олег сел на стул и осмотрелся. В комнате было два стола. Один большой, видимо, Когана, а второй в углу, маленький, за которым сидел молодой человек в форме младшего лейтенанта. Лейтенант собрал исписанные листы бумаги, лежавшие перед ним, и вышел из комнаты. Пагрина тянула в сон, и он начал дремать. А когда пришел в себя, посмотрел на часы и увидел, что часовая стрелка перешагнула уже пятичасовую отметку. Хотелось есть, хотелось в туалет, но комната по-прежнему пустовала. Потом вдруг в нее быстро вбежали капитан Коган и уже знакомый Багрину младший лейтенант. Даже не взглянув на Олега, Коган произнес. «А, это вы, Багрин?» «Да». «Ну, посидите, подумайте». «О чем?» – удивился Олег. «А вы подумайте. Сами подумайте». Уже выходя, Коган приказал лейтенанту проводить Олега. Они пошли по коридору, и Олег с облегчением подумал. Но, кажется, ведет к выходу. Но лейтенант стал спускаться еще ниже и повел Багрина за собой в полуподвальное помещение. В маленькой комнатке, где сидел дежурный в военной форме, Багрину предложили сдать деньги. В кошельке было около двух рублей мелочи, а в заднем кармане лежали 70 рублей, оставшихся от последней командировки. Все деньги Олег передал дежурному, который пересчитал их и выписал квитанцию на 72 рубля 30 копеек. И передал ее Олегу. Здесь же его обыскали. Наконец, формальности закончились. Дежурный забрал у Багрина пояс и дал знак военному, стоявшему в углу. А тот повел Олега во двор. «Что это?» – вздрогнув, подумал Багрин. «Неужели конец?» Надзиратель щелкнул колючом, и дверь камеры номер 25 внутренней тюрьмы НКВД тотчас захлопнулась за спиной Багрина. Единственная электрическая лампочка выхватила сквозь табачный дым силуэты голых и полуголых людей в глубине камеры. Не успел Олег сделать и шага, как ему навстречу из глубины камеры бросилось несколько человек со словами «Квитанция! Где квитанция на деньги?» Ну и банда, подумал Олег. Даже войти не дали. И отдал квитанцию первому подошедшему к нему с русой окладистой бородой. Чуть продвинувшись вперед, Багрин уперся в сидящего на нижних нарах мужчину с большим горбатым носом. Тот оглядел его пристальным взглядом и, указав на освободившееся рядом с ним место, сказал «Садитесь, будьте как дома. Рассказывайте, кто вы». В это время толпа, разглядев у лампочки квитанцию, отданную Олегом, загомонила. «Тысяча триста пятьдесят семь». Ого! Многозначительно улыбнулся сосед Олега. Улов идет. И пояснил ему, это мы сличаем номера квитанций. Вы сорок шестой за сегодняшний день. Улов идет успешно. Вокруг цифры сорок шесть возникли оживленные споры. Кто-то стал доказывать, что в Куйбышеве не одна тюрьма. А значит, эта цифра совсем даже не означает настоящих темпов ареста. К тому же, не у всех, кто оказался в тюрьме, были деньги. А значит, не все получили квитанции. Круглолицый подошел к Олегу, отдал ему квитанцию и присел рядом. Голые, потные, обросшие люди, изначально производившие впечатление бандитов и головорезов, после первого общения с ними, предстали в ином свете. Соседом Багрина оказался старый эсэр Севастьянов. По всем его действиям чувствовалось большое знание тюремной жизни с ее неопубликованными правилами и обычаями, вплоть до совершенного владения тюремной азбукой связи с соседними камерами. Здесь же были первый секретарь Куйбышевского горкома партии Сусман, два первых секретаря райкомов партии Звонарев и Коротков, командир полка Чапаевской дивизии казаков, инженер-электрик Семин, священник Федерального собора и многопартийных и советских работников. Староста камеры показала лягу его место, и, постелив на асфальтовые полбрюки, под голову и вместо подушки положив полуботинки, Багрин полез на свое место под нары. В большом светлом кабинете сидел молодой человек лет 33 с правильными чертами и большими карими глазами. Он предложил Багрину сесть на стул, стоящий рядом, и приятным голосом представился. Я следователь управления Гримберг, мне поручено вести ваше дело. Но, слава богу, следователь не дурак и не хам, подумал Багрин. После представления повисла пауза, в течение которой из стола изымались папки, не торопясь, просматривались и возвращались обратно. После этого следователь внимательно посмотрел в глаза Багрина и произнес. «Следствием установлено, что в земельном управлении, где вы работали, действовала контрреволюционная группа, членом которой вы являетесь. Вы принимали участие в подготовке вооруженного восстания. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?» Несмотря на весь ужас предъявленного ему обвинения, Багрин почувствовал, что с его души как будто бы свалился какой-то тяжелый камень. Даже ощутил приступ внезапной веселости. Но более пустого и смешного обвинения нельзя было даже придумать, подумал он. А вслух сказал совсем другое. Вы знаете, что год назад, 7 июля 1936 года, в Куйбышев приезжал глава советского правительства Михаил Иванович Калинин. Тогда он вручил нашему городу орден, в том числе мне и моим коллегам. Этот орден он вручил совсем не за вредительство, а за выдающиеся успехи в области сельского хозяйства в течение ряда последних лет. Ах, вон ты, какие лекции нам начал читать. Ну, хорошо, сиди, подумай. А лучше встань и стой. Постоишь тут ночь, по-другому запоешь. С этими словами Гримберг вышел из кабинета. И эту, и следующую, и еще много других ночей Багрин провел в кабинете следователя. Его не выводили в туалет, заставляли все время стоять у стены и били, заставляя поставить подпись под признаниями своей вины. Наконец, однажды вечером дверь камеры, в которой сидел Багрин, отворилась, и двое надзирателей впихнули туда Багрина. Обитатели камеры увидели в его руках кусок белого хлеба и полуразорванную пачку папирос. Все переглянулись, поняв это как расчет за подпись. Двое из тех, кто находился в камере, подхватили Багрина под руки и потащили к нарам. Уложили его и с трудом, сняв с него полуботинки, увидели темно-синие опухоли ног и красно-синие потеки по бокам. Но, как значительно махнув головой, сосед Багрина сказал, Следствие прогрессирует. Раньше этого не было. Потом был суд и приговор именем Союза Советских Социалистических Республик приговорить к высшей мере социальной защиты. Расстрелять приговор окончательный и обыжалованию не подлежит. А еще была записка, написанная Багриным, быстрым, мелким почерком. Записка была адресована лично Сталину. Товарищ Сталин, сегодня, 17 марта 1938 года, я и еще четверо моих товарищей были приговорены к расстрелу. За что казнят нас, ни в чем не повинных советских граждан? Кому это нужно? Очень прошу вас, проверьте наше дело лично, для Родины, для истории. На обратной стороне этой записки он написал «Дорогой товарищ, нашедший мое письмо, очень прошу, отправь его, пожалуйста, лично товарищу Сталину». Влезая в машину, он незаметным движением выбросил на тротуар Листок, сложенный в несколько раз, но едва воронок тронулся. В голове Олега закрутились такие мысли. Кому из бегущих по улице людей это письмо нужно? И почему он должен отправлять его, подвергая себя и свою семью опасности? Улеглись мертвецы, не рыдая, не ссорясь, дураки и глупцы, сыновья и отцы, позабыв свою горесть. С вами был Михаил Перепелкин.